Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Россия уже не требует отсрочить вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Кремль заявляет не против того, чтобы оно начало действовать с 1 января 2016-го. Об этом сообщил российский министр экономического развития Алексей Улюкаев сразу после трехсторонней консультации в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией. Стороны договорились, что до июля над наиболее проблемными вопросами будут работать эксперты от трех сторон. Они будут решать, как снять противоречия в области работы таможни, технических барьеров, санитарных и фитосанитарных требований к экспорту и импорту. Армия Ирака пытается вернуть контроль над городом Рамади. Его захватила ИГИЛ. Для правительственных сил это первая крупная потеря с середины прошлого года. За последние дни в боях в Рамади погибло около 500 военных. Боевики ИГИЛ заявили, захватили правительственные танки, казнили десятки тех, кого они называют вероотступниками. Свидетели говорят, тела полицейских и солдат лежат почти на всех улицах города. За последние 72 часа коалиция, которой возглавляют США, по запросу иракской власти нанесла около 19 авиаударов по позициям боевиков. С приходом ИГИЛ из города бежали около 25 тысяч мирных жителей. Большинство направилось в сторону Багдада. Население Рамади состоит в основном из мусульман суннитского толка. Отбить город отправили боевиков-шиитов. Многие опасаются, что это может привести к дополнительным конфликтам на религиозной почве и враждебности по отношению к солдатам. Эксперты говорят, потеря Рамади не означает, что ИГИЛ одержит верх. Но это намного замедлит борьбу с террористами. Это не означает, что со временем ИГИЛ захватит Багдад или всю страну. Думаю, со временем ИГИЛ потерпит поражение. Но это, без сомнения, плохая новость. И это отложит контратаку на Масул, крупнейший и важнейший город, находящийся в руках ИГИЛ. Число жертв двух мощных землетрясений в Непале приближается к 9 тысячам. Бедствие стало самым смертоносным за всю современную историю гималайской страны. Подробнее о последствиях – далее. Первое апрельское землетрясение унесло жизни тысяч человек. Более полумиллиона домов были повреждены или разрушены. В основном в сельской местности. Эти районы труднодоступны и отрезаны от медицинской помощи. Второе землетрясение произошло в прошлый вторник. Мы, наверное, провинились в чем-то. И случилось это землетрясение. Разрушений очень много. Разрушены многие древние строения и достопримечательности. Люди говорят – чувствуют себя беспомощными. Дом разрушен. Что мне делать, чтобы накормить детей? Я ничего не могу поделать. Чувствую беспомощность. Дом обрушился. У нас ничего не осталось. Пример страны подвел итоги бедствия. Жертв почти 9 тысяч. Травмировано 20 тысяч. Полностью разрушено более 500 тысяч домов. Частично разрушено около 300 тысяч домов. Также практически полностью разрушено около тысячи правительственных зданий. В прошлый раз подобное бедствие было в стране в 1934 году. В результате мощного землетрясения более 8 тысяч человек погибли в Непале и еще несколько тысяч в соседней Индии. Всемирная организация здравоохранения признала, не смогла оперативно отреагировать на вспышку эпидемии Эболы в Западной Африке. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, ВОЗ создаст резервный фонд с бюджетом в 100 миллионов долларов. Она также запустит программу по реагированию на чрезвычайные ситуации. Я больше никогда не хочу видеть, что организация сталкивается с ситуацией, не будучи к ней подготовлена финансово, не имея специалистов или административных ресурсов. Напомню, первые случаи заболевания Эболой в Западной Африке зафиксировали в Гвинеи в декабре 2013 года. А уже в феврале там началась эпидемия. Она распространилась на соседние Либерию и Сьерра-Леоне. И только в августе ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуации, угрожающей мировому сообществу. Неспособность организации оперативно отреагировать на распространение опасной лихорадки вызвала жесткую критику со стороны организаций и политиков разных стран. Согласно последним данным, эпидемия унесла жизни более 11 тысяч человек. 27 тысяч заразились этим опасным вирусом. 9 мая Либерию объявили свободной от Эболы. В Гвинеи и Сейерра-Леоне число заразившихся вирусом значительно сократилось. Изобретатель из Нидерландов разработал самозаживляющийся бетон. В будущем он позволит эффективно ремонтировать дороги и дома, а также экономить на строительстве новых путепроводов. Изобретатель отмечает, со временем обычный железобетон покрывается микротрещинами, в которые проникает влага. После нескольких циклов замерзания и оттайнивания надломы расширяются, после чего вода доходит до арматуры, запуская процесс ее коррозии. Ржавчина занимает больше объем, чем исходный металл, и в результате бетон начинает трескаться и расслаиваться. Для противодействия процессам эрозии ученый предложил добавлять в структуру железобетона на стадии его производства смешанные с молочнокислым кальцием бактерии родобацилус. Он обитает в камнях, около активных вулканов и щелочных озер. Автор Ноу Хау утверждает, теперь, когда в трещины будет попадать вода, она пробудет бактерии от спячки. Те начнут поглощать соль и выделять кальцит, отложение которого и заполнят образующиеся в бетоне щели. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов. Всего доброго. Продолжение следует...